С начала полномасштабного вторжения от действий России повреждены или были разрушены как минимум 494 религиозных сооружения. Треть из них – объекты культурного наследия. Больше всего таких строений разрушено в областях, куда смогли продвинуться войска захватчиков. 120 в Донецкой области, 71 в Луганской и 70 в Киевской. Украинские власти активно привлекают внимание к этим преступлениям на международном уровне. Мы фиксируем, в том числе выступавшие коллеги совместно с международными экспертами, фиксируем преступления, разрушения для того, чтобы иметь в том числе репарации и свидетельства о военных преступлениях на территории Украины. С начала полномасштабного вторжения повреждены религиозные сооружения большинства конфессий, которые присутствуют в Украине. Однако на временно оккупированных территориях военные подвергают и прессиям священнослужителей и прихожан, которых они считают нелояльными – мусульман, греко-католиков и чаще всего христиан Православной Церкви Украины. Есть попытки практически уничтожить присутствие Православной Церкви Украины. Ведь ПЦУ идентифицирует украинство и является таким примером украинства. И они понимают, что там, где есть община Православной Церкви Украины, там патриоты собираются, там преданные граждане Украины. Поэтому с их стороны есть желание полностью уничтожить наше присутствие. И потому мы вынуждены совершать богослужения подпольно. Украина регулярно поднимает тему уничтожения своего культурного наследия Россией и преследования по религиозному признаку на временно оккупированных территориях, на международных площадках, таких как ЮНЕСКО, ООН и Европарламент. Особенно западных наблюдателей шокирует двуличие, которое проявляет Москва. Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, на удивление представил развязанную Путиным войну, которая привела к массовому убийству украинских мужчин, женщин и детей, как, цитата, «апокалиптическую битву со злом». Война сделала жизнь опасной для многих христиан на оккупированных территориях Украины, которым приходится беспокоиться не только о своей физической безопасности, но и о защите других свобод, включая право на веру. Все заявления Москвы о якобы гонениях на веру в Украине безосновательны. Не существует ни одного запрета на какое бы то ни было вероисповедание, в том числе аффилированное с Москвой УПЦ. Наоборот, президент и представители власти Украины регулярно подчеркивают важность каждого гражданина и уважение к религиозному разнообразию. Данила Кобза, Сергей Савчук, Алексей Идрисов. Для телеканала Freedom.